Здравствуйте! Мы начинаем очередной вебинар в рамках образовательного проекта «История современной России. Учим и учимся», который проводится на базе экспозиции Музея современной истории России. Россия. 21 век. Вызовы времени и приоритеты развития. Тема нашего сегодняшнего вебинара — «Голоса истории. Россия в конце 20-го, начале 21-го века» из коллекций аудио и видеохроники ГЦМ-СИР. На экспозиции «Россия. 21 век. Вызовы времени и приоритеты развития» представлены не только вещественные экспонаты, как то документы, фотографии, плакаты, уникальные комплексы исторических деятелей. Современные мультимедийные технологии позволяют строить экспозицию с использованием видеоматериалов, аудиозаписей, документальной съемки. Видео и аудио экспонаты представлены в мультимедийных киосках, интегрированных в экспозиционное пространство. Открывает экспозицию пятиминутный видеофильм «Россия. 15 лет испытаний». Перед посетителями проходят документальные кадры, демонстрирующие историю нашей страны на протяжении последних 15 лет 20-го столетия, с 1985-го года до 31 декабря 1999-го. «Сегодня у нас только один путь. Круглубить, кой сделать необратимую революционную перестройку. Надо разворачивать в демократии». С помощью вводного видеофильма посетители могут соотнести исторические события не с абстрактным текстом, а с конкретными визуальными образами. Кадры фильма также составляют последовательную событийную цепочку, что позволяет посетителям глубже понять причинно-следственные связи между событиями. Следует отметить ряд особенностей видеофильма. Во-первых, в видеофильме говорят, вмонтирована хронологическая шкала. Она напоминает зрителю, о каком годе идет речь. Годы с указанием важных событий данного времени транслируются также и на самом экране. Как видите, перед нами проходит эпоха перестройки, основные экономические, внешние и внутриполитические процессы эпохи. Мы постепенно приближаемся к кризису союзного государства, межнациональные конфликты, массовые митинги, борьба политических течений. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Как вы можете слышать, аудиоряд фильма содержит высказывания крупнейших деятелей эпохи Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, дополняющие наше понимание происходящего на экране. Мультимедийные киоски на экспозиции организованы по проблемно-хронологическому принципу. Материалы первого моноблока СССР в годы перестройки дают нам источники для понимания как внутриполитических, так и внешнеполитических процессов страны данного периода. Новое политическое мышление. Начало 80-х годов для СССР характеризовалось обострением внешнеполитических конфликтов, напряженности в отношениях с западным блоком держав. В 1979 году была начата военная кампания в Афганистане и как протест против последней многие державы бойкотировали Московскую Олимпиаду 80-го года. Новое политическое мышление Михаила Горбачева было в теории направлено как раз на преодоление этой напряженности, прекращение гонки вооружений с западным блоком и окончание холодной войны, затяжного конфликта, дляящегося фактически с 1946 года. Любой разговор о внешнеполитических инициативах Михаила Горбачева будет неполон без разговора о советско-американских отношениях. Экспозиция музея располагает видеоматериалами о советско-американских саммитах второй половины 80-х годов. Встретились 15 ноября перед особняком Флёр-До, арендованным американцами. Встретились генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев и президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган. Первое после долгого перерыва в 6,5 лет... Встреча в Женеве в 85-м году стала первой встречей лидеров сверхдержав после 7-летнего перерыва. Она наладила личный контакт лидеров сверхдержав и сформировала первые посылки к окончанию Холодной войны. Господин Президент, Дамы и господа, товарищи, через несколько минут нам, президентам Соединенных Штатов Америки, предстоит поставить подписи по договору о сокращении стратегических наступательных окружений. Это институт договоренности усилий. Встреча с Джорджем Бушем в Москве в 91-м году напротив обозначает заключительный этап Холодной войны и нового политического мышления. Уже произошел отказ от вмешательства СССР в политику. Стран социалистического блока фактически распался. В соцлаге двуполярный мир по сути сменился миром однополярным. Характерным проявлением политики нового мышления стала также финальная фаза афганского конфликта. На протяжении 10 лет советские подразделения сражались с группировками афганского жахида поддерживаемых плотом НАТО. В период с декабря 79-го года по февраль 89-го в Афганистане прошли военные службы 620 тысяч советских военнослужащих. Ежегодная списочная численность советских войск на афганской территории составляла в этот период от 80-ти до 104-х тысяч человек. По данным 89-го года потери советского руководства в этой войне состоит более 15 тысяч человек. этот конфликт подорвал как международный престиж так и авторитет власти внутри страны так как стоил больших жертв а цели компании были часто непонятны широким слоям афганистан был нестабильным и нестабильным в 88-м году были подписаны Женевские соглашения при посреднической организации объединенных нац гарантами соглашений выступили СССР и США соединенные штаты обязались прекратить поддержку поджахедов тогда как советский союз обязался вывести свои войска с афганской территории в течение 9 месяцев последние союзные противоречия линии покинули в феврале 89-го года с позиция музея современной истории России располагает и видеоматериалами о внутреполитических процессах в период перестройки ярчайшим явлением политической жизни второй половины 80-х является работа съезда народных депутатов СССР в распоряжении нашего музея имеется хроника работы первого съезда 89-го года это период предельной открытости политических и общественных процессов работа высшего органа власти транслируется по телевидению в прямом эфире реформы и инициатива власти активно обсуждаются в СМИ выступление ректора историко-архивного института и народного депутата СССР Юрия Афанасьева является собой яркий пример политической риторики того времени фактически она обозначает раскол первого съезда на прогормачевское большинство и меньшую группу депутатов известную как межрегиональная депутатская группа и выступавшую за более радикальные и решительные реформы один из лидеров МДГ Афанасьев говорит о необходимости энергичного реформирования страны недопустимости соглашательства или как вам выражается агрессивного послушания и недопустимости также молчаливого саботирования я еще раз внимательно посмотрел состав нашего Верховного Совета я обязан это сказать потому что я это думаю и я в этом убежден если иметь ввиду если иметь ввиду уровень квалификации на фоне тех задач которые предстоит этому Верховному Совету решать если иметь ввиду уровень профессионализма который требуется в этих сложных для нашей страны условиях то мы сформировали Сталинско-Брежневский Верховный Совет Теперь о большинстве которое сформировалось я уже и заканчиваю на этом съезде вот это тоже и есть то удручающее о чем я хотел сказать я обращаюсь именно к вам к этому я бы сказал агрессивно послушному большинству которое завалило вчера все те решения съезда которые от нас ждет народ стремясь консолидировать общество вновь заручиться поддержкой населения Горбачев уже в качестве президента Советского Союза на блок кризис союзного государства в декабре 1990 дает нам видеоматериалы о проведении всесоюзных референдумов в марте 1991 года согласно союзному законодательству никто кроме самого народа не мог взять на себя ответственность за судьбу Союза Грузия Молдавия Армения Литва Латвия Естония необходимы необходимы союза союза социалистических республик как обновленной федерацией равноправных суверенных республик тогда же гражданами РСФСР было принято решение об избрании первого президента республики сегодня начал работу пятый внеочередной съезд народных депутатов РСФСР ключевыми кандидатами первых президентских клубов России прошедших 12 июня 90-го стали председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков и председатель Либеральной Демократической Партии Советского Союза Владимир Жириновский уже в первом туре Борис Ельцин собрал 57% голосов в избиратель что позволило им вступить 10 июля 91-го народный депутат Олег Василашвили напомнил многовековую трагическую историю Руси и вот наступает торжественную историю Руси и вот наступает историю Руси и вот наступает торжественный момент Борис Ельцин По итогам союзного референдума предполагалось подписание нового союзного договора который сохранил бы союз как федерацию равноправных и суверенных республик это новое объединение союз суверенных государств включило бы в себя 9 союзных республик из 15 однако в августе 1991 года кризис союзного государства достиг своего века была предпринята попытка не допустить подписания нового союзного договора и отстранить Михаила Горбачева от президентских обязанностей 19 округа соответствующим государственным комитетом в стране было введено чрезвычайное положение посетители нашего музея могут увидеть августовский путь и драматические события тех дней во всей полноте от кабинетов политических деятелей до неспокойных улиц Москвы Граждане России в ночь с 18 на 19 августа 1991 года остранен под власть законно избранный президент страны какими бы причинами не оправдывалось это остранение мы имелось в правом реакционном антиконституционном переворот при всех трудностях и тяжелее всех трудностях и тяжелее испытания переживаемых народов демократический процесс в стране переплетает все более глубокий размах необратимый характер народу России становится хозяином своей судьбы вице-президент СССР приступил к временному исполнению обязанностей президента у нас нет иного выбора кроме как принять решительные меры принято решение образовать государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР в следующем составе товарищ Бакланов первый заместитель председателя совета обороны СССР товарищ Крючков председатель комитета государственной безопасности СССР товарищ Павлов премьер министр СССР товарищ Пуга министр внутренних дел СССР товарищ Пуга министр внутренних дел СССР объявление комитета Павлов премьер министр СССР товарищ Пуга министр внутренних дел СССР объявление комитета антиконституционного и квалифицировать действия его организаторов как государственных переворотов, являющихся в нем как государственным преступлением. Газор! 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 Ребята, идем на право по... Августовский Пурч, кто гипотерпел, поражение. Члены Государственного комитета были сняты с занимаемых должностей, и Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о подготовке государственного переворота. 6 ноября 1991 года Коммунистическая партия была запрещена на территории РСФСР. Провал Путча и уход КПССР с политической арены ускорил распад союзного государства. Видеорепортажи о Беловежских соглашениях фиксируют тот момент, когда этот распад стал необратимым. 8 декабря 1991 года лидеры трех крупнейших республик, российской, украинской, белорусской, советских республик, заявили о прекращении существования Советского Союза как субъекта международного права и геополитической реальности. Михаил Горбачев на этот счет высказался, что судьба многонационального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. Однако 21 декабря распуск СССР и создание СНГ поддержали уже 11 советских республик с 15-го. 25 декабря 1991 года Михаил Горбачев слагает с себя полномочия президента СССР. Дорогие соотечественники, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик, но одновременно и за сохранение союзного государства целостности страны. События пошли по другому пути. Особо стоит отметить содержащиеся в коллекциях нашего музея интервью с Игорем Владимировичем Касатоновым, занимавшим в 1991-1992 годах пост адмирала Черноморского флота ВМФ России. Интервью записано специально для Музея современной истории России и является уникальным историческим источником. Сейчас мы с вами увидим его начальную фрагу. Ну, вообще в это время я служил на Северном флоте. Флот он в политическом отношении чистый, там не было никаких таких особенностей националистических, то есть всё было нормально. Но вот когда в 1991-м году пошли события, ГКЧП, другие события, то вот меня срочно назначили на Черноморский флот и 17 сентября 1991 года я пил в Черноморский флот. После распада Советского Союза Касатонов оказался в сложном положении. По указу президента Украины 4 января 1992 года Черноморский флот должен был перейти под украинскую юрисдикцию, а служившие на флоте моряки принять украинскую присягу. Касатонов позже отметил, что Украине на тот момент не хватило бы чисто экономических ресурсов, чтобы сохранить Черноморский флот в прежнем виде. Адмирал обращался за указаниями в Москву, однако никаких чётких распоряжений от российского руководства не поступило. Тогда Касатонов решил действовать на свой страх и риск, или, как он сам выразился, на упреждение. На военном совете Черноморского флота, созданном 3 января 1992 года, было принято решение украинскую присягу не принимать. Не взирая на поддержку Касатонова российским населением и средствами массовой информации, российские власти продолжали наблюдать за ситуацией достаточно пассивно до лета 1992 года. 3 августа было, однако, подписано соглашение о сохранении Черноморского флота под российской юрисдикцией и о дальнейшем пребывании флота на местах его прежнего базирования, прежде всего, в Севастополе. Видеофрагмент, связанный с историей независимой России в 1990-е годы, на который сразу стоит обратить внимание, это хроника, фиксирующая основные этапы президентско-парламентского конфликта 1992-1993 года. Напомню, что уже в 1992 году наметился раскол исполнительной ветви российской власти, представленной президентом и правительством, и законодательной власти, которую представлял Верховный Совет Российской Федерации. В основе разногласий лежало отношение к реформаторской политике. Борису Ельцина и его кабинета. Проект новой конституции, законопроект о выборах парламента. Референдум о доверии президенту, прошедший 25 апреля 1993 года, погасить конфликт не сумел. 21 сентября Ельцин издает указ номер 1400 о досрочном распуске Верховного Совета. Парламент воспринимает этот указ как попытку государственного переворота и основание для отстранения президента от должности. Президентские полномочия в этом случае должны были перейти к одному из лидеров парламентской оппозиции, вице-президенту Роскому. С этого момента конфликт необратимо переходит в стадию вооруженной борьбы. Здание Верховного Совета блокируется президентскими войсками. 3 декабря и 2 октября идут бои в столице. Сторонники парламента берут штурм в здании Московской мэрии и штурмуют также телецентр Останкино. Утром 4 октября Борис Ельцин отдает приказ о штурме Дома Советов с применением боевой техники. Примерно в 17 часов того же дня лидеры парламентской оппозиции сдались и были арестованы. По итогам миновшего кризиса система Совета в стране была ликвидирована. Видеоматериалы экспозиции «Россия 21 век» раскрывают также тему либеральных экономических реформ периода 90-х годов. В коллекции музея содержится интервью с инициаторами и исполнителями реформ, в том числе с премьер-министром Российской Федерации с 1992 года Виктором Степановичем Чернобыль. О рынке у всех пока разные представления. Я как раз за рынок, за тот, который и выведет нашу страну. А то, что мы сегодня хотим опутать нашу державу лавками и на базе этого вывести экономику или поднять экономику, да еще улучшить благосостояние, думаю, что этого не произойдет. На практике либеральные реформы осуществлялись форсированно и болезненно для страны. Противоречивость реформ привела к падению голового внутреннего продукта и уровня добычи нефти, сокращению инвестиций промышленного производства, увеличению внешнего долга и зависимости экономики России от иностранного капитала. Российское правительство в тяжелых условиях экономического кризиса предпринимало попытки стимулировать деловую активность, провести новый этап приватизации, открыть продажу всех акций предприятий по ночной стоимости, реформировать естественные монополии и сформировать их в федеральный опытовый рынок. По сообщению пресс-службы правительства Российской Федерации, Республика зафиксировала также драматические события борьбы с террористическими угрозами и первые террористические авторитетные ракетные удары. В коллекциях музея имеются репортажи и документальные съемки из ракетов ГТРК, касающиеся событий в Чечне 1994-1996 годов. В ходе Чеченского конфликта лежат в 1991 году, когда власти в республике пришли радикальные националисты, объявившие о формировании независимой республики Ичкерия. Помимо нарушения артистского законодательства, это означало также угрозы территориальной желудки и национальной безопасности страны. Их реальная опасность для русской артистии в Чечне, которая подверглась гонениям и предъяснениям. 11 декабря 1994 года в Чечню были введены в Россию. Военная кампания, однако, растянулась на два года до августа 1996 года и стала тяжелым испытанием для всего России. Об этом сообщили сегодня корреспонденту интернета. Также на экспозиции представлен новостной сюжет о первом теракте в новейшей российской истории. В июне 1995 года город Буденовск Ставропольского края был захвачен чеченской группировкой под командованием Шамиля Басаева. Ключевым моментом теракта стал захват городской больницы, в которой удерживалось более 2000 мирных жителей. Число заложников достигает полутора тысяч. Есть данные, что больница заминирована. Медикаменты все забрали. Вот это вот наркотики, которые были со складами, все забрали сразу, в первую очередь. Детишки в подвале. Их сразу спустили в это детское отделение, и они сразу, давайте детишек, они в подвалы спустили. Брат командира тяжело ранен, идет операцию. Что они грозят сделать, если он умрет? Ну, сначала перестрелят всех врачей, вот, в основном. И 10 человек заложников. За каждого своего раненого, убитого, 10 человек заложников, 8-10. Начавшиеся сегодня рано утром переговоры об освобождении людей, в которых приняли участие представители МВД и чеченские старейшины, не принесли результатов. Требования террористов постоянно меняются. Сегодня они заявили, что хотят устроить пресс-конференцию. Власти, в принципе, готовы организовать встречу с прессой при гарантиях полной безопасности журналистов. Согласно поступающей информации, город... На экспозиции представлены также сюжеты о политической жизни страны в 90-е годы. Например, о президентских выборах 96-го года, ставших самыми напряженными выборами в современной российской истории. Напомню, на момент начала преговорной гонки рейтинг популярности Бориса Ельцина был крайне низок — около 5-8%. Однако за полгода мощнейшей предупрежденной агитации под лозунгом «Голосуй или проиграешь» этот рейтинг удалось поднять до 60%. Ом вас, Свердловщане! АПЛОДИСМЕНТЫ На родные, смотрю на родные мне лица И счастье, что я с вами Вы моя опора Вы опора России Когда трудно, мы всегда были вместе Я чувствовал вашу поддержку Она давала силы Она спасала меня Без вас не смог бы выстоять Спасибо вам! Тем не менее, президентские выборы 1996 года Стали единственными на данный момент Выборами российской истории, где потребовался второй тур голосования По итогам второго тура Борис Ельцин Опередил лидер российских коммунистов Геннадия Зюганова И был переизбран на второй срок Вопрос террористических угроз и борьбы с ними Обострился для всех россиян в 1999 году Чеченскими террористами были взорваны жилые дома В нескольких городах Буйнакске, Болгодонске, Москве В ответ на эти теракты Россия начинает крупную контртеррористическую операцию На Северном Кавказе Которая продлится 10 лет До 2009 года В это неспокойное для страны время Борис Ельцин досрочно уходит в отставку Объявляя о своем решении в новогоднем обращении 31 декабря 1999 года В борьбе за президентское кресло Приняли участие 11 кандидатов 53% голосов собрал Владимир Путин Вступивший в должность президента 7 мая 2000 года Церемония Вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Клянусь При осуществлении полномочий Президента Российской Федерации Уважать и охранять Права и свободы Человека и гражданина Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации Защищать суверенитет И независимость Безопасность и целостность Государства Верно служить народу С именем Владимира Путина Многие связывают перемены В его внешнеполитическом развитии России Так, в 2007 году На конференции по вопросам Политики безопасности В городе Мюнхене Президент открыто высказался О неприемлемости Однополярной модели современного мира И четко сформировал Установку России На независимую внешнюю политику Формат конференции Дает мне возможность Избежать излишнего политеса И необходимости говорить Округлыми, приятными Но пустыми дипломатическими штампами Формат конференции позволяет Сказать то, что я действительно думаю О проблемах международной безопасности Сразу поставив диагноз Международно-правовым отношением Российский лидер назвал и причину кризиса Однополярный мир Что, по его словам, означает Просто мир одного хозяина Не имеющий ничего общего с демократией Потому что демократия Это, как известно, власть большинства При учете интересов им, но меньшинства Кстати говоря, Россию Нас постоянно учат демократии Но те, кто нас учат Сами почему-то учиться Не очень хотят В августе 2008 года Грузия совершила акт агрессии В отношении Южной Осетии В том числе Произошел обстрел города Схинвал Приведший к жертвам среди мирных граждан В ответ Россия начала операцию По принуждению агрессора к миру Боевые действия Получившие впоследствии название Пятидневной войны Продолжались с 8 по 12 августа 2008 года И в международном сообществе Справоцировали глобальную информационную войну Столкновение диаметрально противоположных Точек зрения на одни и те же события По итогам Кратце конфликт удалось регулировать Час назад она была под бомбежкой С начала 90-х годов Все миротворческие и контртеррористические Операции России велись Так или иначе на территориях бывшего СССР Первым исключением Из этого правила Стала операция В Сирии Направленная на защиту Законного сирийского правительства И ликвидацию террористических Формирований запрещенной организации ИГИЛ Самая активная фаза операции Продолжалась с 2015 года По декабрь 2017 После чего Основной контингент Российских войск Покинул территорию Сирии Штурман Алексей Чечеткин Проверяет готовность Многофункционального Истребителя Бомбардировщика Су-34 Это его крайний Боевой вылет С аэродрома Хмимим За сутки до того Как верховный Главнокомандующий Отдал приказ О начале Передислокации В Россию Основной части Нашей группировки Ну а накануне Капитан Чечеткин Вернулся на родину В столичной гостинице Он готовится к приему Который устраивает В Кремле президент Алексей рассказывает Об особенностях Штурманской работы В Сирии Новое место Вместо полётов Сопряжённое Конечно С риском Это соблюдение Приграничной Классы Самое главное В этой командировке Российские лётчики Получили неоценимый Навык Реальной боевой работы Страха не было Было небольшое волнение Потому что Под прикрытием Мы были как с земли Так и С нашими Братьями истребителями Которые нас Постоянно Сопровождали На все Боевые вылеты За исполнение Воинского долга При обстоятельствах Сопряжённых С риском Для жизни Капитан Чечеткин Награждён Медалью За отвагу Помимо Помимо Медротворческих Операций Внешняя Политика России Хорактеризуется Высокодипломатической Активностью И участием В работе Многих Международных Организаций В составе Этих Объединений Россия Преследует Такие цели Как укрепление Экономических И культурных Связей Эффективную Борьбу С международными Угрозами Организация БРИКС Объединяющая Бразилию Россию Индию Китай И Южноафриканскую Республику Основана В 2009 Году И объединяет Страны С динамично Развивающейся Экономикой Шанхайская Организация Сотрудничества Международная Организация Основана В 2001 Году Лидерами Китая России Казахстана Таджикистана Киргизии И Узбекистана Она ставит Перед собой Цель Укрепление Стабильности И Безопасности В регионе Вырабатывает Слаженную Стратегию Интеграции В мировую Экономику В нашей экспозиции Посетители Могут ознакомиться С видеоматериалами По саммитам И встречам Лидеров Данных И других Международных Организаций Важнейшим Историческим Событием Последних лет Стало Воссоединение Крыма с Россией Весной 2014 Года Полуостров Присоединенный К Украинской Советской Республике Еще в 1954 Году Решением Никиты Сергеевича Хрущева Был снова Включен В состав Российского Государства По итогам Весеннего Референдума С этого момента Российской Федерации Появилось Два новых Субъекта Республика Крым И город Федерального Значения Севастополь Российские флаги Словно Сливаются В один Сплошной Триколор Площадь Нахимова Ждет Оглашение Результатов Но эмоции Уже Переполняют Горожан В это время Избирательные Комиссии Подсчитывают Бюллетени С первых Минут Все становится Ясно Россия 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 Единственное ЧП В день Голосования Около Одного Из участков Были задержаны Вооруженные Провокаторы Но сам Референдум Прошел без нарушений А такой явки Почти 90% Не было Много лет Здесь на участке Около 300 Зарегистрированы Избирателей Военно-морских сил Украины Офицеров И сверхсрочников Их всех Оставили в частях Им запретили Голосовать И они не пришли И вот Результаты Голосования На избирательные Участки Прибыло 89,5% Избирателей За Россию Пролосовало 93% Теперь нам предстоит Строить новый город Ничто нам не мешает Только нам быть Настолько же последовательным Как мы были В эти три недели В зонах экспозиции Можно ознакомиться Также с материалами Расскрывающими Реалитеты развития В современной России Посетители Могут ознакомиться С роликами О новейших Разработках Аграрной Энергетической Ведицинской Оборонной Сверху Каким же образом Можно использовать Ченщины Аудио и Видео В коллекции Музей Не повредив Уникальную Экосистему Сахалин Как вы могли Заметить За редким Включением Программу Обазательных Сахалин Которые Которые Связываются Установку Сберегающих При этом Которые Программу Второе Самостоятельная Работа На экспозиции Педагог Может давать Учащимся Задания Для Самостоятельного Выполнения Углубленные На 9 Метрах Учащиеся Должны Быть Посмотреть И Пронарив Землетрясение Силой До 9 Балов Например Задание Может быть Теки Найдите На экспозиции Видео О встречах Бориса Ельцина И Геннадия С избирательными Перед Преоднешными Выборами 1996 Назовите Главные По вашему Днюю Причину Победы Бориса Ельцина Преугольная Ресурсная База Таким образом На базе Видеоколлекции Государственного Субтитра И выход На рынки Азиатско-Тихоокеанского Региона Классический Урок Собором Материалов Педагогам Подачи Материалов И диалог С учениками Так и Более автономную Работу Учащихся Самостоятельное Изучение И анализ Материалов С последующей Оценкой Педагогов Благодарю вас За внимание Субтитры создавал DimaTorzok